Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня последний день февраля, 28 число, и я наконец-то приступила, начала готовить тару для посева в петунии. Собрала, занесла все свои кассеты, все свои всякие лоточки, в которые я сею петунию. Сейчас покажу вам и расскажу, какие использую я виды тары для посева петунии. Первоначально простые семена петунии я сею вот в такие лотки. Я уже рассказывала, что лотки из-под печенья, для чего, почему именно в них? Потому что они удобны из-за крышечки. В дне обязательно нужно сделать отверстие для стока лишней жидкости, сюда насыплю земли и закрою, потому что для петунии очень важно создавать парниковый эффект. Поэтому сразу в кассеты или в стаканчики мы ее никогда не сеем. Ей нужно, чтобы там был микроклимат, именно как в тепличке. Вот такие контейнера я буду сеять в такие изначально. Если, например, вы захотите понемногу разного сорта, есть вот такие вот из-под печенюшек, из-под конфет, с разделениями даже, вот можно немножко сюда, немножко сюда, и раз в целлофановый мешочек, все. Если захотите посеять на пеленке, на туалетной бумаге, например, на какой-то, то можно вот такие вот хорошие контейнера из-под суши у меня. Вот, посеешь. Я потом все это покажу, как делаю. Положу сюда бумагу туалетную, насыплю, намочу питательным раствором, насыплю семян и сверху закрою, и буду наблюдать через крышечку, как они у меня будут сходить. Гранулы. Гранулы покупные гибриды я сею вот в такие кассеты сразу, потому что они по одной штуке. Вот у меня даже с прошлого года осталась. Валентина, 23 февраля я сеяла. Это для нас хороший срок, конец февраля. Они успевают зацвести. Я в том году простые семена посеяла очень рано в январе и рассадила их рано по кассетам. Они у меня разрослись, расцвелись, и я не знала в теплице, куда их девать. Весна была поздняя, с заморозками. Они у меня заняли пол теплицы, вытеснули даже томаты. И в этом году я сместила немного сроки посевов. Наконец, февраля, начало марта. Вот, буду сеять не очень много. В том году я переборщила, сыпанула много, и некуда было девать. Вот эта вся тара, вся она мне пригодится. Сначала буду сеять в лоток, потом буду пикировать вот по таким крошечным кассетам. Можно пикировать по маленьким кассетам или по маленьким стаканчикам, вот таким все равно. Или сразу вот по таким большим кассетам. Но по таким большим кассетам сразу я не пикирую, потому что, вы видите, здесь входит совсем мало. Пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут входит всего сорок штучек в кассету. Занимает она пол подоконника. Здесь вот более ста сеянцев входит. Я сначала пикирую в маленькие, потом уже рассаживаются в такие большие стаканы, более взрослые, после прищипки. Вот в этих маленьких кассетах она может существовать целый месяц. Здесь я ее прищипну, она раскустится, даст боковые побеги, и тогда только буду пересаживать в стаканчик. Тара всевозможная, разная, всякая. Можете использовать любую тару для посева петунии. Самое главное, чтобы вначале был парниковый эффект у нее, чтобы была с крышечкой, и потом, чтобы для каждого сеянца был индивидуальный стаканчик или кассета. Ну, короче, каждый сеянец в единственном числе должен иметь вот такую вот отдельную свою квартирку. или маленькую, или большую. Это вы будете выбирать сами. Когда я начну сеять петунию, я все, как и обещала, покажу. Все, что я делаю, я все буду снимать, все выкладывать и показывать. Для начинающих огородников это будет хорошее подспорье. Они и мои посмотрят видео, еще какие-то там, выберут для себя оптимальный вариант и сделают так, как им нравится. Вот такую тару я использую для посева петунии. До свидания. С вами была Ольга Чернова.